Как лунный свет растворяется в лучах жаркого солнца, умения чемпионов в ММА, муай-тай, бокса и других единоборств меркнут от сегодняшних лучезарных мастеров. Привет лепестки лотоса на водной глади! С вами Федорович! А значит слепые прозреют, глухие услышат, аниме заговорят. Потому что я вам покажу настоящих мастеров, которые как боги исцеляют все живое и уничтожают все тоже живое. А чтобы получить их великую силу Чи, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Зло, которое боится, что о нем узнают, скрывается в добрых делах. А монашки, которые проповедуют все прощения и покаяния, херачат направо и налево всех подряд. Не верите? Смотрите! Слышали фразу из Библии, что когда вас ударили по правой щеке, нужно подставить левую? Так вот она не относится к этим монстрихам. Каждый, кто попробует обидеть монашку, а именно сказать, что он из сотен других религий, а не из той, которой служит этот моно-спецназ, или положить в сундучок для пожертвований сумму, которая не слишком угодна главарю церкви, сразу отведает жестких ударов с-под халата и смертельный кик между ног, ибо нечего плодить на земле верующих не в ту веру и жертвующих не ту жертву. Скоро в каждом городе будет ходить по 10-15 монашек из ОПГ белые воротнички и мочить направо и налево всех, кто не носит нательный крестик. Так что задумайтесь и креститесь некрещеные и возверуйте неверующие. Вы наверняка в шоке и думаете, что теперь делать? Пойти на ММА или на бокс, чтобы не проиграть в предстоящих зарубах? Не переживайте, я все продумал. Мы все начнем изучать очень древний, очень секретный и очень эффективный стиль разящего ниндзи. И у ограды есть щели, и у стен есть уши, и у мастера ниндзи кривые удары. Но это ничто по сравнению с разрушительной и смертельной мощью, которую они несут. Конечно, вы, как неопытные бойцы, могли подумать, что этот ниндзя какой-то корявый и кривой, и даже пару раз чуть не упал на сраку после ударов ногами. Но как червяку не дано понять свободу майского жука, так и нам не дано понять всей опасности такого стиля. Ведь делая вид, что ты двигаешься и дерешься как Даун, который насмотрелся фильмов с Брюсом Ли и решил, что тоже может обучать секретам ниндзи. Этот воин расслабляет противника, а потом сам того не понимая, попадает кривой рукой то в глаза, то в ноздрю, чем сразу выводит соперника из боя. Так что постигайте и учитесь. Я знаю, знаю, ваше восхищение уже достигло предела, и вы даже встали с дивана, отложив в сторону любимый беляшик, чтобы сделать пару ударов ниндзи. Но этого недостаточно, и я хочу еще больше усилить вашу технику новым, невероятно мощным стилем кунг-фу морского конька. Даже высокая гора не сможет заслонить солнце. А развитию стиля морского конька не смогут помешать даже лучшие бойцы планеты. Ведь, несмотря на его нереальную сложность, а если вы не поняли, она заключается в том, чтобы сделать губки бантиками стать на одну ножку. При должных многочасовых тренировках каждый сможет его освоить. И тогда в мире UFC, Глори и Беллатора начнутся настоящие бои Mortal Kombat. Ну что, думаете теперь вы монстры боя, объединившие в себе секретный стиль ниндзя и лучший стиль кунг-фу морского конька? А нет, мы можем усилиться еще больше. И не возражайте, я знаю, что выше этого нет пределов. Но мы, как настоящие мастера, должны совершенствоваться до бесконечности. Этот мастер использует в своей технике электрочип, которую пропуская через себя, направляет в прикосновение к противнику, поражая его электроразрядом. Который при желании мастера может доходить до 1000 вольт. А теперь представьте, какую мощью вы сможете обладать, направляя такие разряды в свои удары секретного ниндзи, которые будете наносить из стойки морского конька. Что, даже вам стало страшно от такой мощи? Многие мастера спорта и тренера по ММА, боксу, муай-тай обвиняют меня в том, что я очень необдуманно раздаю всем подряд такие тайные, смертельные и очень эффективные знания. А это может привести к тому, что уже очень скоро в каждом дворе будет десяток мастеров, которые будут устраивать настоящий хаос. А битва Халка и Железного Человека на их фоне будет казаться детскими шалостями. Я все это понимаю. Но яблочный цветок должен сохранить будущий плод от ненасытной гусеницы. Вы можете подумать, зачем я вам показываю такие детские приемы самообороны. Ведь вы уже будете изучать электрического морского конька под ударами ниндзи. Но это необходимо по одной простой причине. Когда появится тысяча мастеров, энергия Вселенской Чи иссякнет. И тогда вам придется применять именно такие приемы самообороны, которые вам очень пригодятся, когда на вас будет нападать коротышка, который без табуретки даже не достанет до вашей головы. Так что когда увидите на улице бегущего с табуреткой и палкой шпандалета вам по пояс, знайте, сейчас вас будут атаковать сзади. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. До новых встреч! Продолжение следует...